Маринад на основе пива Ну, может быть, кому-то покажутся не странные Для меня лично это какой-то нонсенс Смотрите, тема такая Давайте растянем это удовольствие на все лето Если тема заходит, ставьте пальцы вверх Наберется 15 тысяч лайков Наберется, например, у нас это где-то к июлю Я еще один сделаю И так, может быть, будет 2-3 таких выпуска за лето Короче, каждые 15 тысяч лайков я ищу что-то интересное Именно необычное, на мой взгляд Потому что такого еще немерено А что сегодня будет? Во-первых, Маринад первый На черном заварном чае Для меня это вообще что-то невероятное Нет, я слышал, что говядину делают на кофе Но чтобы свинину делали на чае И отзывы, где я нашел этот рецепт Там люди писали Блин, это мой самый любимый маринад Давайте посмотрим Я думаю, что из этого ничего хорошего не получится Честно Дальше у нас идет... Нет, подожди, надо вот с этого начать А вот это вот, ребята, капустный рассол Здесь его 200 миллилитров, как раз на... Как было написано, на 600 грамм мяса На капустном рассоле, серьезно? Да вот это, мне кажется, надо с утра пить, да? Когда так что-то ты так погудел, не кисло так делаешь Кстати говоря, рассол очень вкусный Но не знаю, что получится Мне кажется, это будет очень кислить и не должно получиться вкусно Опять же, комментарии на сайте, где я нашел Были типа из серии, вы знаете Я попробовал, тоже скептично относился Получилось вкусно Проверим Ну и последнее, это шампанское Это, конечно, не совсем шампанское Это игристое вино Но у нас почему-то в России принято делать... Говорить, что это шампанское Я думаю, что, конечно, это все-таки неправильно Ну не покупать же мне какой-нибудь майот или еще что-то Хотя, давай на этаже доберется 50 тысяч лайков Купим майот и сделаем на майоте Это будет лет через 500, наверное, поэтому... Все, забыли Лет через 50, дружище, если ты смотришь Посмотри, сколько лайков, если что, в комментариях вбей Лех ты обещал За основу уже взято у меня мясо Я нарезал на нужные куски, чтобы сто раз не показывать Также взял лук Здесь у меня где-то килограмм 650 мяса Здесь у нас три луковицы Сейчас будем все это месить, замешивать и делать три разных маринада У всех трех маринадов одинаковое начало Берем свиную шею и берем, соответственно, немного перца Ну, это такая тема по вкусу Как обычно я говорю, я добавляю всегда перец Желательно, конечно, чтобы это был молотый, не знаю, почему шашлыке мне он нравится И я добавляю совсем небольшое количество... А, нет, подождите, нет Я сейчас сюда отправляю лук, прям сверху, посмотрите Так я делаю классический, обычно, шашлык В конец я жамкую Можно говорить жамкую? Мы уже вроде как разобрались Жамкую я лук с солью в отдельном контейнере Ну, сегодня сделаем вот так вот Я добавляю небольшое количество соли Она нужна только для того, чтобы лук смог отдавать свой сок И все, начинаем вот так вот, вот так вот брать и все это перемешивать В таком виде мясо я оставляю где-то минут на 20-30 Ребята, еще раз повторюсь, может быть, кто-то только подключился к каналу, не знает Я не люблю соль добавлять именно в момент маринования Я люблю перед самой готовкой добавлять Я сделаю именно по такому принципу Ну, а пока ждем, все раскидаем на отдельные пакеты Все подпишем, все сделаем грамотно, чтобы завтра не перепутать И я вас поддержал Вы очень правильно сказали, что стоит пробовать в конце Ты не читал, Наташа, что надо... Ты вот сразу спрашиваешь, Наташа, это оно или нет Давайте сегодня сделаем все в закрытую Смогу ли я отгадать по принципу, короче, рейтинга Итак, первый у нас идет маринад Это рассол, видите, мы все подписали, чтобы не ошибиться Сюда еще нужно добавить одну чайную ложку паприки И вливаем 200 миллилитров рассола Ну, конечно, так мясо я еще, ребята, не портил Хотя фиг его знает, вдруг это действительно будет очень даже и неплохо Закрываем и все это перемешиваем Погнали дальше, чай Здесь нужно 100 миллилитров самого обычного черного чая Я хотел найти со слонами, но их сейчас, оказывается, не продают Что-то я перестал, по ходу дела, пить заварной чай И надо вернуться к этой традиции Выливаем сюда-сюда дополнительно больше ничего по рецепту не нужно Поэтому мы закрываем и также все перемешиваем Третий маринад это у нас, ну, типа шампанское, игристое вино Сюда нужно добавить одну чайную ложку базилика дополнительно Добавляем И, соответственно, шампанское Слушайте, вы знаете, я первый раз в мерный стаканчик буду наливать шампанское Ну, это не шампанское Что-то около того Так, должно получиться здесь также 100 Или немножко побольше нальем Ты маринад-то попьешь завтра, Наташа, если что? Шампанского маринада, да Ну и все так же перемешиваем Я не помню, говорил я или нет по шампанскому Было написано полусладкое Добавили полусладкое, игристое Дальше, что по чае, какие могут быть вопросы Лех, а ты кипятка туда плеснул или что? Не, короче, ребята, чай остыл, мы его сюда залили А сладкий? Нет, сладость не надо добавлять, было написано Ну, кстати, ты знаешь, я бы сладость добавил Просто сладость придает тоже свой оттенок Посмотрим, я не знаю, что из этого получится Как это все мариновать Две методы, как было написано Либо мы оставляем, о, вот все маринады Вот эти оставляем на 4 часа при комнатной температуре Либо убираем на ночь в холодильник Так как у нас уже вечер и закат То я думаю, что мы уберем в холодильник А завтра с утра встретимся с вами И все пожарим, закрытую попробуем Не знаю Ребята, я очень вас спрошу, напишите Кто из этого что-то пробовал Кому это понравилось Ну, мы это, конечно, подытожим сегодня В конце, чтобы понимать Ну, вот согласись, это не очень крайне необычно Я бы, если такое увидел, что кто-то делает Я бы написал в комментах Господи, зачем он испортил это мясо Прошла ночь, настало утро Все замариновалось Сейчас будем смотреть, что получается Итак, по поводу процесса Нашампуривания и тактильного ощущения с мясом Давайте разберем каждый отдельно Самый мягкий Вот прям вообще, знаете, как будто в пиве сделан Это был капустный рассол Ощущение такое, что вот как в пшеничном пиве Вот что-то нечто такое Ну, там находятся газы Плюс, наверное, кислота, да, Наташа, идет именно натуральная Поэтому это самый мягкий По ароматике, да, если говорить Так, у нас синий, по-моему Слегка пахнет, вот чем надо Дальше у нас идет по мягкости Это шампанское Оно тоже мягкое Менее мягче, чем с рассолом Пахнет чем-то очень сладким Ну, и самый жесткий Самый жесткий оказался Это чай Но чаем совсем не пахнет Я не знаю, что там народ И мне такое чувство, ребята, честно Что единственное, что сегодня будет отличаться Это в рассоле Потому что очень характерный запах Приятный на самом деле А остальные, ну, может быть, шампанское Но вот чай, я думаю, что самая беспонтовая история При том, что, ну, 10 часов мариновалось все в холодильнике В общем, сейчас будет процесс прожаривания Вкусные звуки будут Потом все попробуем Народ, вот вы что меня палите с этими корзинками Ну, заметили вы, да Ну, заметили вы, увидели, что они из пятерочки Ну, что вы меня палите и пишите в комментах, что я их украл Да, я их украл Ну, зачем вы лишний раз поднимаете эту тему, господа Ну, вам не стыдно Может быть, это не из пятерочки, а из карусели, например Ну, статья тебе светит Просто мама почитала комменты Говорит, слушай, ты передай ребятам своим Чтобы они не сильно палили А то я как бы тут цветы закрываю на зиму Ладно, погнали Сразу хочется сказать, а там у нас тут голубь пролетел, живет теперь в ту Это вообще какой-то бред, если честно Господа, очень, наверное, сложно мне сейчас делать вид, что я не знаю, где что Да, Наташа дожаривала Ну, например, такой шашлык, который маринад использовался, шампанское Там добавлялся базилик И он видно, что он пригорел слегка То есть, это понятно, здесь вот кусочки есть То есть, вот один из этих какой-то Ну, так как здесь паприка, да, я вижу, что он красный Я не могу это скрывать То есть, соответственно, наверное, какого-то интересного обзора вслепую, скажем так, не получится Но у меня появилась идея Не знаю, поддержите вы или нет Тут уже лайки понятны Тут лайки мы с вами уже договаривались вначале Напишите, может, правда, сделать еще обзор на Ой, обзор Тест на маринады из пива Но более-менее взять недорогие Ну, потому что вы там все хаяли мне Вот, Леша, как так Я просто считаю, что если вы делаете мясо, берете хорошее мясо То использовать какой-нибудь пиво Лосиный берег Ну, это как бы вообще бред Но могу подобрать более-менее такое, что можно найти в любом магазине И проверить пять разных пивасиков так же Давайте начнем с первого Значит, это у нас, который с паприкой, который у нас капустный рассол, да? Ребята, пахнет, знаете, как что? Как классический шашлык в свое время С детства у меня родители делали как мясо Это соль, перец и уксус И вот этот вкус, он остался Я сейчас редко, я уже говорил, использую В основном это лимон, но иногда хочется Вот здесь вот ощущение того, что сейчас будет кислинка Это такой, знаешь, какой-то, наверное, раньше же вы почему в уксусе делали? Потому что мясо было некачественное И оттуда все это пришло Ну, почему я не против людей, там, типа, кто Если ты делаешь на уксусе, значит, ты какой-то плохой человек Очень вкусно пахнет, давайте попробуем Ммм, маякона мягкая Знаешь, как она просто, как в пиве Госп... госп... Да помолчи, пожалуйста, я тебя очень прошу Чуть-чуть, дай с ребятами пообщаться Ребята, вы помните, когда мы делали с вами Тест с пивом Я говорю, что самое мягкое, которое я ел мясо, это именно с пивом Даже киви не сравнится, но киви, оно прям вообще расщепляет В рассоле получается очень нежно И оно в какой-то мере, вот есть характерное, да, от капусты что-то, вот от этого рассола Если честно, мне очень понравилось Я беру себе на вооружение Я бы единственное, что, может быть, добавил, я бы добавил немного чего-то острого И добавил немного побольше, хотя бы даже не острого, а просто перца Но это уже мой косяк, то есть я добавил, сколько добавил Но маринад вот этот, я думал, что будет самое днищенское дно Это очень вкусно И вы знаете, я думаю, что не стоит экспериментировать с шеей Возьмите мясо более-менее такое, которое, ну, не очень мягкое, да, скажем так Вот оно размягчит вообще на ура Это не киви, это прикольно, мне понравилось Как тебе, кстати? Обалденно Классно, да? Сейчас скажут, ааа, реклама рассола Дальше поехали Далее у нас идет чай Пахнет обычным мясом Давайте Давайте попробуем О, это надо кусать По поводу маринада с чаем Это самое беспонтовое, что я делал То есть от чая нет вообще ничего Ты просто ешь, как будто обычный классический шашлык Только он почему-то очень грубый Ты почувствовал, что он жуется еще хуже, наверное, чем Да, он стал, наоборот, жестким Может быть, это из-за чая, я не знаю точно Но вот этого точно нет Я не знаю Еще говорят, что с кофе делают Но с кофе, конечно, интересно сделать Я говядину как-то пробовал Шашлык нет Следующее Ты что, Наташа? Следующее я хочу взять Чайный гриб Угадай, какой фирмы Потом Кока-колу Ра-ла, да Кока-колу, еще что-нибудь Ну, там у меня подборка большая В общем, вот эта вот история Это просто бред Это обычное мясо Только почему-то оно стало грубее Не знаю, с чем это связано Дальше у нас идет шампанское Гристое вино По запаху Оно, конечно же, пригорело Но пригорели именно Вот эти вот кусочки базилика Пахнет чем-то сладким Давайте попробуем Заключительный экземпляр С шампанским Скажу честно, мне не понравилось Это, опять же, самое беспонтое Это хуже даже чая Да, оно немного размягчилось Оно мягче, чем с чаем Но Но здесь одно но Оно очень сладкое Может быть, если бы мы взяли брют, например Было бы, наверное, может быть, ничего Но там стояло именно полусладкое Поэтому я именно такое взял По поводу специй Вот этот базилик, который кинут сюда Просто вот Там, где я читал, у меня такое чувство Что это просто вот так накидывалось все Потому что Может быть, какой-то набор Итальянских трав Еще, да Чтобы было Может быть, еще орегано Чуть-чуть А здесь просто чувствуется Тупо базилик и сладость Бешеная сладость Я не знаю, как по-другому описать Ну что, мы сегодня с вами Если вот составлять рейтинг некий То, конечно же, первое Это рассол Отлично Ребят, попробуйте Рассол можно капустный купить И, в принципе, бутылки бывают Можно и капусту купить, выдавить Там, правда, много его нужно Но я скажу так Мы оставляли на ночь в холодильнике Я думаю, что часов пять в тепле Оно промаринуется до нельзя И мясо будет такое же мягкое Сочное Вот очень вкусно, правда Что касается чайного Я не понял вообще прикола То есть Как там люди писали на форумах Что, ой, вы знаете, это великолепно Это же просто фантастика Что вы там фантастического нашли-то? Ну, вкус мяса, как мясо От чая вообще ничего нет Ну, а в эксперимент с игристым вином Вот, Наташа, ты вот шампанское любишь, да? Нет, это не может Ну, сладкое мясо с базиликом Ну, как бы вообще Никакой гармонии и вкуса нет вообще То есть Просто сделано на отъезжись Вот эта маринация Ну, не то, что вы сделали Ну, написано Я не знаю, кто это Может, кому-то это может понравиться Ребята Как всегда, повторюсь За тематику тестов таких вот небольших Ставьте пальцы вверх Выбирайте маринад Я советую, еще раз повторюсь В рассоле С вами был, как всегда, Алексей Грельков Подписка на основной канал Ссылка на группу ВКонтакте будет в описании До вкусных встреч Пока Я пошел Голубку убирать Потому что она у меня уже Просто уже все ухо Ты мне уже просто Где ты? А вот она сидит, смотри Ну, чего? Вот что-то нам не могла дать снять, что ли? Смотри, Наташа Она вообще не боится